Всегда Алика была самой собой в любых ситуациях. У неё своё мнение, она никогда ни под кого не подстраивается. Производит она всегда впечатление очень уверенного в себе человека. Кажется, что всё еды легко даётся, такой баловень судьбы далеко не так. Она не задерживается на печали, она не задерживается на том, что очень многих людей обременяет. Мы сегодня как две невесты, в связи с чем это интересно? Потому что, видимо, у нас с вами такое состояние души, светлое. Или предощущение какого-то света впереди. Мне хочется пошутить, что свет бывает только в конце туннеля. Но это шутка. Ну туннель-то это хорошо, он же заканчивается как-нибудь всё-таки. Алика, у нас второй раз в этой программе возникает ситуация, когда интервью бывшего мужа или бывших мужей не будет. У меня их слишком много просто. Может быть, их и много, и со всеми получается, что сложные отношения. С тремя или с четырьмя я запуталась. Официально два. На самом деле я браком считаю Николая, от которого у меня первый сын Артём. Для меня это точно брак. Поэтому если обнулить все остальные браки, можно сказать, я один раз только была. Всё-таки вам важно оставаться памятью мужчины в максимально позитивном свете. А вы знаете, получается, что я остаюсь такой в их памяти. Потому что, во-первых, я никогда не делю ни с кем имущество. У меня нету никаких материальных претензий. У меня нету никакого раздела детей, давать-не давать. То есть нету каких-то таких камней преткновения. Ну, на младшего Макара, я так понимаю, что никто не претендует. А да, а тут вообще как бы... Пока к счастью, к счастью. А всё-таки что заставляет людей, вот некогда очень любивших друг друга, так больно ранить? Желание мести и вообще вот такой плохой расход – это не от большого ума. Может быть, действительно, вот в моём случае есть такое от любви безумной до ненависти, бесперисходного какого-то момента. Страсти, конечно, это тоже не самое... Они всё-таки захлёстывают вас всегда и всегда. Но я надеюсь, что уже они меня не будут так захлёстывать всё-таки, потому что я несколько в страстях разочарована. И всё-таки, если вот ещё и существует вот эта энергия разрушения, разрушение этой любви, значит, любовь – это по сути. Она ещё существует? Или же, или же, на мой взгляд, это какая-то некая ставка, которую один из партнёров делал на другого, помимо страсти. Это так. То есть мы делаем ставки вот на человека. Вот этот будет моим мужем. Вот он именно тот, или моя жена. И он от разочарования начинает происходить вот такие вот... А вы научились отпускать теперь любовь без обид, без сожалений? Ну я не могу сказать, да, я научилась, у меня сейчас крылья здесь. Видите, я вся в белом, потому что я ангел. Абсолютно не так. Я знаю, что надо отпускать, надо прощать. Надо всё... Ну это так легко сказать, и так тяжело сделать. Спасибо за правду изначальную. Начнём? Хорошо. Разминка. Глава первая, она, то есть Алика Смехова. Я хочу, чтобы вас представили, но сначала ваш друг, Закуцкий Валера. Он друг? Конечно. Более того, я крёстная у его дочки. А сильным людям добыча не нужна. Сильным людям интереснее быть с хищником или с хищницей. А добыча, ну что, вот он увидел, съел и всё, и забыл. А с хищницей надо, наверное, как-то по-другому общаться. Я в этом, я вижу только преимущество характера Алики, что она хищница. Почему она этого не скрывает? Вот даёт, Валерка-то. Я всегда на вопросы хищницы, стерва и так далее говорю, друзья, если я одна воспитываю двух детей, я не могу по определению быть ни хищницей, ни стервой. Да, вот именно. Я удивилась, что он меня хищницей. Вы обиделись? Нет. Как можно обижаться? Ну, вообще странное определение друга. Ну, может быть, потому что у нас с ним ничего не было, он так считает. Ясно. Ваш папа, Вениамин Борисович Смехов. Она киплинговская кошка, которая гуляет сама по себе и при этом почему-то наполняет воздух беспокойным предчувствием любви. Всех со всеми. Это очень интересный тип женщины, которая способна жить не по правилам всех вокруг. Раздражающая всех. Наверное, это плохо, что она такая слишком сама по себе. Она слишком хороша и сильна для того, чтобы рядом был достойный или сопоставимый с ней персонаж. Ужасно приятно, когда родители вот так принимают своих детей. Это очень редкое свойство, потому что чаще всего как-то смотрят на нас чуть со стороны, в виде какие-то наши недостатки. А здесь я вижу абсолютно искреннее обожание и приятие. Но я это заслужила. Это было не сразу. Мы проходили разные этапы. И я очень ценю это отношение папы ко мне. Я добивалась, честно скажу, его расположения и уважения долгие годы. В фильме «Аса» главную героиню звали Алика. И сценарий фильма, кстати, тем, кто не знает этого, я хочу сказать, что написал первый муж Алики Сергей Ливнев. И та Алика объясняла, что мама хотела назвать её, по-моему, Александрой. Это уже придумал Серёжа. Да. И он ещё не знал, почему я Алика себя назвала. Поэтому он придумал сам такое объяснение для героини Татьяны Друбич. Но история вашего имени, она ведь в общем-то... Нет, она совершенно другая. Совсем другая. Да, абсолютно. Просто меня родители отправляли летом, когда мне не было ещё двух лет, в Сигулду. Это Рига, Латвия. И там я заговорила, но на местном языке. Достаточно успешно. Только на нём. При этом я переделала несколько имён. Себя я назвала Алика. Потому что меня совершенно не устраивало то, что меня зовут как мою маму. Алла. Да. Я не видела в этом ничего индивидуального, мне это не нравилось. Но Алика вы и по паспорту Алика? Нет, нет, в паспорте у меня другое имя. Алла. Да. Вообще, как ни странно, имя встречается и в славянских, и в арабских языках. Славянское – это значит «алое», «красивое», а в арабском – это «избранное», «Аллахом». Но вы себя красивой считаете? Вы знаете, я была... я себя стала ощущать красивой очень глубоко с возрастом. Меня в детстве считали некрасивой, я была очень худая, угловатая. Меня вообще все за мальчика принимали долгое время. И моя сестра настаивала, чтобы я была мальчиком, но я ее разочаровала. А вы с собой были довольны? Вам хотелось что-то подправить в своей внешности тогда? Тогда не было такого бума поправления своей внешности и классической хирургии и так далее, когда я была молода. Но там были какие-то идеи с носом, которые, естественно, очень быстро отпали. Вот, меня все убедили, что это индивидуальность и так далее. Хотя, конечно, это сокращает достаточно возможности моих ролей. Это ваше достоинство теперь мудрее? Я считаю, да, более того, моя... Или вы себя убедили? Нет, нет, я уже себя люблю, я себе нравлюсь, я знаю свой ракурс, так что все в порядке. Но у меня есть золотая мечта, открою вам тайну, тайну, тайну. Потому что Анна Андреевна Ахматова, слава богу, прожила долгую жизнь. И моя мечта ее сыграть. Я считаю, что именно с таким профилем и с таким глубоким внутренним миром я могу сыграть Ахматова. Но придется поправиться серьезно. Вы знаете, я все-таки еще пока могу ее сыграть в молодую, а там она была в хорошей форме. Ваша уверенность, вот такой здоровый эгоизм, самолюбие, это все-таки генетическое или благо приобретенное? Это внешнее. Это маска. Потому что общество слабых и неуверенных, и нежных, оно затаптывает. Вернемся к вашей семье. Ваша старшая сестра Лена, насколько я знаю, она рождалась достаточно сложной, поэтому к ней было какое-то особое отношение. Вот, говорят, что когда она там засыпала, папа должен был лечь к ней на подушку и говорить ей какие-то слова. Вы ревновали ее к родителям? У нас было разделение. Лена была папиной дочкой, я была маминой. А вам хотелось чьей быть дочкой в большей степени? Вот знаете, дети, они ведь принимают все как должное. Я смотрю на своих детей, ну вот у одного нету папы, но он как-то принимает это как должное, но нету и нету. То же самое и, наверное, было со мной, я что-то принимала как должное. Но впоследствии космос и энергия справедливости, она все на свои места выравнивает. У родителей было разное отношение к вам? Я бы сказала, что папа был строг, а мама сочувствовала, переживала, жалела. Мама больше жалела. А вот сейчас меня жалеет папа, а мама чего-то меня совсем перестала жалеть. То есть вы теперь больше папина дочка, а Лена мамина? Ой, я не знаю, я вот об этом не думала. Я не думала об этом. Не думала или не хотите говорить? Нет, я просто не считаю нужным обсуждать свою сестру. Это ей не думаю, что было бы. Я не буду, вы уже ответили на мой вопрос. Итак, ваш папа, популярный актер Таганки. Мама, журналист, радиостанции «Юность». Творческие родители. Это сложные родители? Ой, это интересные родители. У них были потрясающие друзья, потрясающие разговоры. Какие-то встречи. Была Ахмадулина, была такая Джава. Золотухин, Высоцкий, Любимов. Весь театр, конечно, Бельницкий. Но вы понимали, что это какая-то концентрация невероятных талантов? Нет, я все как данность воспринимала. Это как данность. Эти большие актеры могли только, знаете, на каком-то неуловимом поле создать вот именно то ощущение будущей профессии и вообще другого мира. Вениамин Борисович рассказывал, что он когда-то вас, пятилетнюю, привел в театр на Таганке, а Высоцкий готовился к выходу. И вы подошли, он вам пожал как-то небрежно руку, и вы, пятилетняя, сказали ему, это вы что, руку об меня вытерли? Он смутился, извинился, и вот скажите, пожалуйста, вот это обостренное чувство собственного достоинства, вот оно откуда, это папина или мамина? Я думаю, это генетическая память такая. Я думаю, папина и мамина, но только в этой истории вы самое приятное убрали. Он, конечно, смутился, и он сказал папе сакраментальную фразу. Тогда никто ему и не поверил. Он сказал, Венька, она будет красавицей. Это вы помните? Да, и он прямо, он очень серьезно, он на секунду действительно остановился и очень, продумав, сказал эту фразу. Можно сказать, он мне это напророчил. Наверное. Если мы будем воспринимать это как красоту. Вы всегда точно знаете, где задето ваше личное достоинство, а где взыгрывает ваша гордыня. Мне кажется, любые проявления гордыни, самовлюбленности, это проявления глупости. А я вообще очень не люблю глупых. А вы думаете, кто-то любит глупых? А вы знаете, а кто-то очень даже их устраивает. Очень многих устраивают глупые люди. Рядом с вами глупый человек может быть долго? Долго не пробудет. Вы знаете, у нас есть еще одно свидетельство у вашего папы о том, как он вас воспитывал с сестрой. Послушайте. Когда они засыпали, Леночка и Алечка, я говорил так, вместе главное в жизни это глядеть на меня, тер, на меня, пе, в глаза, пение. Вот. Но я что им, что и себе это должен говорить до сегодняшнего дня. Главное в жизни терпение. Да, папа абсолютно прав. Если у моей сестры с этим лучше, то это моя проблема. И действительно он мне об этом говорит. Я очень терапыга, очень нетерпеливый человек, к сожалению. Вот это нетерпение, оно от гордыни или от темперамента вашего? От темперамента исключительно. А потом, знаете, я перфекционистка. Я все люблю делать очень хорошо и быстро. Я не могу вот это долго. Вот там человек, который с волосами занимается или еще чем-то. Вот я выбираю тех, кто это делает быстро. Я не могу это делать долго. А что это такое? Мне жалко драгоценное время. Но это же наш невроз вообще-то. А мне кажется, это не невроз. Просто жалко драгоценное время на то, что если это можно сделать за 20 минут, почему надо на это тратить 2 часа? Это правда, что вы в школе записывали самостоятельно в разные студии, кружки? Да. Вы знаете, я с детства поняла, что мне надо брать свою жизнь, свою судьбу в свои руки. Меня просто очень много ссылали в разные детские учреждения. Я была в каких-то санаториях, лагерях. Это возможность спихнуть ребенка и заниматься своими спектаклями. А вы уже это тогда понимали? Я этого не понимала. Но это как данность. Но это было просто горько очень. Но мне было очень горько. Лежу я в этом санатории ночью, ужасно, злобные санитарки, которые очень не любили детей. И вдруг у меня... Я не знала тогда про царя Соломона или Давида. Кто сказал, что все пройдет, пройдет и это? Соломон. Соломон. Я тогда не знала про этого замечательного царя и про эти замечательные фразы, что все пройдет, пройдет и это. Но я вот это себе твердила. И потом я поняла, что я должна все как-то сама брать. Потому что у меня с коллективом очень странные отношения всегда возникали. Меня вначале, в первые дни обожают, ставят на пьедестал, а моя мощная энергия настолько все разбивает, что потом меня всем коллективом начинают ненавидеть. Моя энергия бывает созидательная и бывает разрушительная. Нет, я, видимо, слишком настойчива и слишком напираю, прессую. Но вы такая умная. И если вы это понимаете, почему вы, вот, вот, говорите, не напирали, а напираете? Да. Ну, я думаю, это осталось, конечно. Себя трудно переделать. А я решила, а что я буду переделывать? Ну, не нравится вам черненькое? Полюбите беленькую. Да. Скажите, пожалуйста, вот в какой момент отношения родителей осложнились настолько, что общие друзья стали делиться на какие-то части? Часть стала папиной, часть стала маминой. Это все очень тяжело. Тем более, когда есть полная семья и достаточно счастливая. И когда ты не понимаешь, что происходит. И когда ты видишь горе матери. И когда ты видишь счастье отца. Она страдала от того, что любила папу или от того, что она оставалась... Она очень любила папу и любит до сих пор. До сих пор? Да, конечно. Это достаточно сложно, но это не моя история. Я не хочу ее будоражить, потому что это очень сложная тема. Я считаю, что в разводе, в расставании двух людей виноваты двое, оба, а не кто-то один. Просто так мужчина от женщины не уйдет. Вы знаете, я не буду обсуждать действительно коллизии развода вашего папы и вашей мамы, но меня удивило, когда я прочитала то, что написала мама. Вот какая-то концентрация такой дикой обиды, боли, которая копилась и в главном, и в мелочам. И вдруг она прорвалась, и прорвалась как-то наивно, иногда мелковато. И очень многие осудили ее за это. Вы ее судили или нет? Кираль, Александр, я не могу ничего говорить про свою маму. Это моя мама, и говорить, судила я ее или нет, это очень интимный вопрос. Я не могу эту тему обсуждать, я вас умоляю. Как много вы уклоняете в ответах. У нас сложная семья. Если я сейчас о ком-то начну говорить, мне потом будет лет 10 предъявлять об этом претензии. Поэтому я предпочитаю о членах своей семьи не разговаривать. Ну, я отпускаю, потому что я никогда не настаиваю. Для меня не ответ. Как вы поняли, это уже ответ. И я хочу, чтобы сейчас Оля Кабо сказала, насколько трепетно... Нет, ничего, не бойтесь, у вас такие глаза... Да, как приходится лавировать по-хорошему между папой и мамой, между их любовями. Родители достаточно рано расстались, поэтому Алика была вынуждена принять папу как отдельную единицу, а маму как самостоятельную единицу. И так по жизни и пошло. Все праздники сначала празднуются с папой, потом с мамой. Поэтому вот Алика, как такой великий шахматист, разводит партию для того, чтобы и маме было хорошо, и папе. И в этом Алика очень талантлива. Правда? Ну, это как раз вот один из жутких последствий вот таких ситуаций, когда люди не смогли после развода найти общий язык. И это очень тяжело, всегда в какие-то семейные праздники. В каком возрасте у вас начались уже взрослые отношения с папой, с его новой женой? Вот. У вас же разница с ней небольшая. У вас, по-моему, лет восемь всего в празднице. Девять, да? Вот кем она стала за эти годы для вас? Мы коллеги. В момент моей очень тяжелой жизненной ситуации. Меня очень сильно поддержали Галя с папой. Я такие вещи не забываю, никогда не забуду. Это был очень момент лакмусовой бумажки для моих близких, кто как проявился. Естественно, меня поддержала мама, как могла, накрыла меня своей любовью. То же самое я увидела со стороны семьи папы. Мне, кстати, очень помогает Галя с детьми. К сожалению, бабушка, вот мама не может так помочь, как она помогает. То есть она все-таки родной вам человек? Конечно, безусловно. И все это прошло. Я понимаю, что тяжело это будет слушать моей маме, поэтому я не хочу в это вникать. И не будем, да. Но, понимаете, здесь есть одна очень важная вещь. Я вижу, что мой папа счастлив, что ему хорошо. Последние 30 лет. Слава богу. Мне больно за маму. Конечно, мне больно за маму. Я не могу. У нее не сложилась жизнь? Ну, конечно, мама интересная женщина. У нее были замечательные кавалеры. Но, видимо, история развода ее сделала очень осторожной. И я думаю, конечно, как и у меня после моих историй, у нее портился характер. Понятно. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели фрагмент фильма, в котором вы снимались. Наверное, это был первый фильм. Курьер, я имею в виду. А, да-да-да. Так и есть. Что за платье? Просто идиотство. Самое интересное, что в Париже так никто не носит. А вы бывали в Париже? Я все лето провела в Белграде. У нее и на отец работают в Югославии. Угу. Ну, а в Париже-то вы были? В Париже я не была. Это вот, кстати, Карен Георгиевич мне тогда предложил. Он говорит, Алик, ты хорошая артистка, молодая, тебе надо сниматься. И он сказал, надо носик немножко. Опять. Значит, здесь вам где-то лет... Семнадцать. Вы сыграли в какой-то степени себя тогда? Ну, да. Я можно сказать... Да, у нас была такая компания, можно сказать, что золотая молодежь. Вы перечислите, кто был в вашей компании, кроме Феди Бондарчука. Ну, у нас была такая... Ну, как это, Федя, это наше все. Так. Думаете, это его сейчас все любят? Его обожарила вся школа, и уже тогда... А вы вместе учились? Да, он был всеобщим любимчиком. Степа Михалков, отчасти брат иногда, Егор Кочеловский к нам примыкал. Миша Ефремов, кстати, в школе. Он учился в одном классе с моей сестрой. Потрясающий Миша. Кто же еще входил в нашу? Гордо могу сказать, что из девушек успеха добилась практически одна я, что ли. А вот вы могли бы влюбиться вот в такого мальчика, в курьера? Нет, ну все-таки, ну не хотелось бы совсем уж низко падать. Да. Но любовь слепа. В каком возрасте вы поняли, что вы из тех женщин, которые могут выбирать? Сразу. Кира, ну вы же знаете, что выбирает женщина. Вы, не вы, мы все выбираем все равно. А вы считаете, что до сих пор мы выбираем? Конечно, мы выбираем. А время не изменилось? Да время изменилось, что просто выбирать некого. Ну может быть выборы есть, может быть мы ищем не в той сфере. Нет, выборы нет. Предположим, да, вот эта сфера олигархов, богатых людей, которые очень цинично выбирают женщин. Они выбирают. Что касается этой категории граждан, мы можем не беспокоиться, там до 20 лет, поэтому пусть с ними решают вопросы молодые девушки. А вы считаете, что им могут нравиться только молодые? Ну в зависимости от интеллектуальной составляющей данного объекта. Конкуренция за вас была серьезная в борьбе за вас? Бывали такие случаи. Могу сейчас об этом только вспоминать. А сейчас нет? Я так в них, знаете, что-то как-то они меня разочаровали, мужчины. Вам 17-18? Так. Вы жестоки были с этими мужчинами, которые пытались за вами ухаживать? Нет. У меня была совершенно такая, совершенно другая история, потому что моя мама меня запугала с сестрой так, мужчинами, что надо вот, она же беспокоилась, девочки, надо как-то сохранить их невинности вообще. И она нас так запугала, что от мужчин только одни неприятности, что мы только ждали вот этого своего единственного, который, слава богу, у меня рано появился, Сережа. Хорошо. Скажите тогда, какие были поводы для того, чтобы влюбиться в Сергея Ливнева, вашего первого мужа, сценариста и режиссера? Только он меня покорил письмом, талантом и настырностью. Вообще, вы знаете, открою страшную тайну. Со мной очень просто. Когда человек говорит перед всеми, что я отрожу страшную тайну, я понимаю, что он не искренен со мной. Нет, искренне абсолютно, но просто я решила, что я ее сейчас скажу. Вот Сережа молодой, как раз когда мы познакомились, он был такой. Любая настойчивость мужчины, не жлобская, естественно, не хамская, а настойчивость и умение как-то отношения красиво оформить, ухаживание, она абсолютно действует безотказно на меня и, я думаю, на любую женщину. Потому что мне не очень нравится самой быть паровозом. А Сережа, вот он был такой молодой. Он был старше вас, да? На 4? Мне было 17, да, а ему 21. 21, 4 года, да? Мы познакомились сначала, у нас дом актера был в Ялте. И он увидел меня там, ой, господи, но это он уже не со мной. Нет, это интересный, импозантный. Но это уже без меня. И он влюбился вот в такую нимфу морскую, такой, а я абсолютно как-то так на него не запомнила. Оказывается, он меня даже провожал, там куда-то мы с ним шли. А второй раз вот на нашей самой улице Неждановой, там у нас есть храм на Успенском в Рашке, замечательная церковь, в которой я просто выросла. Был крестный ход. И как вы знаете, все Христос воскресе воистину воскресе целуются. И он подошел ко мне, и там была уже другая нимфа в купальнике абсолютно, что-то такое божественное в платке со свечкой, с такими глазами, значит, молящейся. Потом он сопоставил эти два образа, позвонил мне. Мы с мамой как раз сидели на кухне и обсуждали всех мужчин, смеялись над ними, издевались. В общем, такой у нас такой был подход. И он мне позвонил, предложил свидание. Но я придумала хитрый ход, потому что я училась в Гнесинке. У нас стеклянная была стенка, я ему предложила встречать у меня у Гнесинки на тумбочке сидеть. А я подумала, я посмотрю через стекло, если ужас... Ну вы же увидели уже его. Но я не помнила. Он мне говорит, вот помнишь, мы там познакомились, помнишь и там. Я вот с сыном Марины Голдовской, твои родители с ней дружат в России. Я спрашиваю маму, да, она говорит, да, да, конечно, да. То есть как бы из одной детской, да, вот. Я думаю, ну дай-ка посмотрю на него через стекло, если страшнец вообще никакой, не выйду. Сидит Серёжа в чудовищной телогрейке, он так типа одевался. В телогрейке? Ну какая-то куртка типа телогрейки, ну такой по-художественному. Одет был художник такой, знаете, тогда ходили в конце 80-х. Но он сидел в профиль, а я помню такая есть фотография. Мирхольд, Маяковский, у Рояля, не помню кто, видимо, Шостакович. И вот этот профиль Мирхольда с той фотографией, я смотрю, ну профиль Ливнева. Я подумала, боже, это же профиль Мирхольда. Как-то он мне показался очень. Я вышла, мы стали дружить, и он мне написал очень скоро письмо, потрясающее письмо, которое я всё и решила. Он написал, что как Лаура и Беатричи, мы художники, мы изменим, перевернём мир. Будь моей женой. Сразу? Да. Я была отзывчива, я очень была благодарна ему за такое ко мне отношение. И настойчивость. Да, и настойчивость. В принципе, так в моей жизни периодически бывало. И я, естественно, согласилась. И дождавшись там моего 18-летия, мы всё сделали прямо вот первая брачная ночь после ЗАГСа. Итак, мы перешли ко второй главе, которая будет длинной эта глава. Итак, Сергей Ливнев, насколько я понимаю, что вы же и сами сказали, что он не потряс ваше воображение, потому что он не был уж таким плейбоем, он не был... Он и не был, и не будет, видимо, его никогда. Тогда всё-таки он заинтересовал вас именно романтизмом. Интеллектом. Во-первых, это был интереснейший человек с интереснейшей компанией. Молодых, прогрессивных, начинающих режиссёров. Валера Тодоровский, Саша Баранов, Вася Пичу. И благодаря ещё вот этому кругу, а мы все только про кино и говорили постоянно, я уже на втором-третьем курсе начала сниматься в кино. Но это ещё не была любовь, насколько я понимаю. Почему? Ну как-то сложно говорить. Знаете, мне всё время кажется, что любовь та, которая последняя. Не может же человек всё время любить. Но это были какие-то чувства, конечно. Нет, а иногда бывает первая, которая оказывается последняя. Всё последняя и последующая. Нет, я бы так не сказала про эти отношения. Я считаю, что это отношения таких двух молодых очень людей, которые искали свою дорогу в жизни. Мы не должны были быть мужем и женой, это исключительно... Не должны? Ну, это неправильно. У нас не было общего хозяйства, общей какой-то такой вот семьи. А где вы жили и как вы жили? У Серёжи появилась однокомнатная квартира на Полянке. Там вот мы с ним существовали. Ходили обедать, ужинать к его маме напротив дома. У него была великолепная мама. Я вот могу сказать, что я была влюблена в Марину Алексеевну Голдовскую. Я просто, знаете, отчасти была и за ней замужем, потому что я просто получала огромное удовольствие от этой семьи. Я продолжала воспитываться. Вот у меня сейчас ощущение, что вы рассказываете всё о том, что по-хорошему вам дала эта семья. Да, она мне дала очень много. Но не о Серёже. А каким мужем он был всё-таки? Он боготворил свою 17-летнюю жену? Он меня обожал, он по возможности меня баловал. Тогда было очень много дефицита. Он мне привозил всякие одюшки из границы. Я ездила на такси, это было роскошно, до института за рубль. Он добивался меня, он меня любил. Но надо сказать, что когда мужчина добивается, и полностью женщину, даже если он её очень сильно любил, вся эта любовь потихонечку начинает деваться. Они всё-таки охотники. Это не мы хищницы, а они охотники. Им надо всё время добиваться. А мы всё-таки добыча. Но женщина не может быть хищницей, потому что по натуре женщине хочется уже осесть, расслабиться. Да, вот это всё моё, накрыть это своими крылышками. А оказывается, надо этими крылышками периодически бить, делать вид, что я не такая. Нельзя расслабляться. И у вас не было ни ссор, ни выяснений отношений? Ну да, конечно, какие-то могли быть. Но он очень умный. И очень умный, и достаточно холодный человек. Холодный? Поэтому он меня своим холодностью, он гасил все мои вот эти вспышки на солнце. Я с ним подмерзала немножко. Мне не хватало. Вот этой вот? Да, чуть-чуть не хватало. Полёта. И всё-таки я не понимаю. Вот Ливнев писал для вас роли. Увыковечил ваше имя в замечательном культовом фильме. Он, кстати говоря, такой-сякой роли-то для меня не писал. Он пользовался моей интеллектуальной собственностью. Всякие мои фразы, выражения, ситуации с жизнью. Он так лихо вписывал в сценарий. Я его вдохновляла. Я была его музой. Вы знаете, но когда он начал уже снимать сам, вот этот фильм замечательный, где Дуси Германова у него сыграла, ну почему не я сыграла эту роль? Я вполне... А почему не вы сыграли? Тогда мне звучал совершенно чудовищный ответ. Ты ещё слишком молода. Но, Кирочка, не прошло, я не знаю, нескольких лет, когда я стала слышать совсем другое. Ты уже... Тут нужна молодая артистка. И это было обидно вам? Нет, он мне дал какой-то эпизод. Он мне всё время даёт эпизоды. Даже до сих пор мы работаем вместе, он мне предлагает эпизодические роли в своих замечательных голливудских фильмах. Эпизодические? Эпизодические, но гениально эпизодические роли. Обиду чувствую я. И кто искал лучшей доли? Чья была инициатива этого расставания? Сергея. Сергея. Сергей? Да. Не, ну вы знаете, я могу его понять. Я пропадала в Париже месяцами. Ну что это за жена, которая живёт в Париже? А почему вы там пропадали? А у меня была какая-то там интересная работа. У меня как-то там... Как-то так получилось, что у меня начался этап выезда. Я выехала, и уже потом что-то возвращаться не захотелось. Если честно, там был кто-то или что-то, что вас держало? Нет, меня особо ничего не держало. Мне просто очень Париж нравился. Ну разве это любовь, Алика? Ну мы просто были дети. Я ничего... Ну 23 года, это уже не ребёнок. Кира, я до Серёжи не видела ничего. И не знала никого. Женщина, чтобы понять, что ей нужно в жизни, должна иметь обязательно опыт. Вот эти истории о том, что она девственница и выйти замуж, это не для нашей жизни, не для современной жизни. Стала бы я актрисой, человеком и вообще, если бы у меня не было моего жизненного опыта, который я набрала в процессе. И Серёжа в данном случае, как и я для него, и он для меня, мы просто этап такой. Такая... Первый класс, знаете, октябрё... Октября-то я для него, и он для меня. А вопрос о рождении ребёнка был тогда для вас важен? Был, я всегда хотела ребёнка. Вы всегда хотели это? Я всегда, я всю жизнь мечтаю... Это даже мой папа, его любимая тоже фраза, когда я была маленькая, спрашивает, а что ты, Алика? Она говорит, а я на Бамы не поеду. Бамы пусть комсомольцы строят, а я буду детей выраживать. Я всегда хотела детей. Всегда. Я его спрашивала, когда он говорит, ну, сначала надо закончить институт. Ну, я закончила институт, я же училась в браке. Он говорит, а потом, значит, мне надо, чтобы у меня был... Вот у меня удивил гараж. Он сказал, чтобы у меня была квартира, кабинет и гараж. Но квартира с кабинетом, я понимаю, чтобы он мог работать. Но гараж я не поняла. Пока он хотел квартиру, кабинет и гараж, мы уже разошлись. То есть он как-то оттягивал этот момент. Сейчас он... То есть это абсолютная рация, да, при том романтизме, который он вроде бы как исповедовал. Очень рациональный человек, очень. Да мы очень прекрасно разошлись. Мы... У меня тогда был роман... Я даже не знаю, можно говорить с этим? А, уже кто-то об этом рассказал. С Денисом Евстигнеевым у меня был тогда роман. Мы из Агса пришли в ресторан «Дома кино». Я с Денисом. Серёжа принёс 40 красных алых роз мне. И написал, что я вас люблю, как 40 тысяч братьев. Всё замечательно. Это была любовь? С Денисом? Да. Знаете ещё, что это было для меня, как для девушки? Что вот я востребована. То есть вы не думайте, я вот, у меня всё хорошо. На самом деле, особых чувств у меня не было, конечно, к Денису. Хотя он очень тоже милый, интересный и замечательный человек. Пережив многое, вы считаете, что женщина не должна расслабляться в браке? И не должна во всём полагаться на мужчину? Ни в коем случае. Мужчины, которые в дальнейшем встречались мне по жизни, они меня обманывали внешней брутальностью, мужественностью. А по сути, выходило, что брутально это я по жизни. Вот, поэтому... То есть вы всегда делаете допуск на то, что он может обмануть, предать, уйти? Он ещё и умереть может. Вы не верите в то, что это может быть бесконечно? Ну, конечно, мои же родители развелись, наверное, это есть каким-то пунктом программы. Но некоторые не развелись и прожили 60 лет. Есть такие люди, и я с восхищением на них смотрю. Но вы считаете, что это всё-таки исключение? Это вопросы удачи. Какая такая любовь? Какая такая любовь? Не знаю, я прямо... Вы сыты ею? Я ей не сыты, я ей убита. Я ей раздавлена просто. Она по мне проехала просто гусеницами, поэтому не знаю. Может быть, сейчас мне надо, чтобы меня всё-таки не кто-то, а вот достойный полюбил. Кто-то, не хочу говорить. Психологи, ну это уже мы все знаем, делят вот эти все семейные отношения на семилетки. У вас после развода с Сергеем Лемневым прошла вот эта вот семилетка поиска идеального мужчины, насколько я понимаю. Вот с какими чувствами в 23 года вы отправились вот в этот путь семилетний? И с какими вышли уже 30-летние? Вы знаете, я сразу стала вспоминать слова моей мамы, которая очень на меня оказала огромное влияние в формировании меня как женщины. Она говорила, вот ты увидишь, пока ты замужем, ты будешь всем нужна. Но как только ты будешь разведённая, у тебя сразу вдвое-втрое сократится количество поклонников и кавалеров. Но с ней трудно не согласиться. И так и случилось. Оказывается, мужчины обожают замужних женщин. Это очень безопасно. Так что, как только вы расстались с Сергеем... Не стала набивать свои шишки и иметь свой опыт. Но в основном, конечно, основная теперь моя тема была, это в том, что мужчины обманывали, говоря, что они свободны. Зачем обманывать, я не знаю. Но вы же умная. А как хочется верить, что это так? Это правда. Что вот этот герой, и он действительно свободен. Вам хотелось замуж в тот момент? Мне всегда хотелось замуж. Признаюсь. Сделаю страшное признание. Мне тоже. Спустя 10 лет появился второй человек, второй мужчина и второй муж ваш. Ну вот если мы не считаем того, кого мы не считаем... Ну мы не считаем. Кратковременный мой брак, я его уже не буду считать, потому что там... Нет, подождите, вот кратковременный брак, он же все-таки был? Был, был, да, конечно. Вы никогда тоже не называете его именем? Я не называю, но потому что у него сейчас семья, дети, я не хочу беспокоить. Ну хотя бы скажите, он был вашим ровесником? Нет, он был у меня немножко старше. Он был актером? Он был ассирийцем. Кроме того, что он был ассирийцем, он чем-то занимался? Я думала, что он, да, он богатый человек, банкир, состоятельный достаточно человек. Но меня совершенно съело, оказывается, у ассирийцев матриархат, у них руководят женщины. И у меня его родня съела. Вот посадите на меня, они вот я как раз была такая... Очаровательно, потрясающе. И они говорили, нам нужна черненькая. Я не понимала, вроде я черненькая. В каком смысле нам нужна черненькая? Я говорю, я же не беленькая. Вот они мне говорили, нам нужна черненькая. Но я их поняла, и они правы. Надо им сказать 10 раз спасибо, потому что менталитет абсолютно разный. И только та женщина будет понимать менталитет этого мужчины. Для нее это будет нормой, для меня нет. Это как раз из того разряда, когда человек себе позволял все. Он мог исчезнуть, он мог уехать, приехать, с кем-то быть где-то. При этом он меня заваривал дорогими подарками, там, женился на мне официально. Подождите, вы сколько знали его до свадьбы? Год у нас были отношения, и через год мы поженились. Вот я подумала, да, он, может быть, не красавец, и нету в нем каких-то данных, он даже был ниже меня ростом, но он такой основательный. Он принадлежит какому-то необыкновенному древнему народу. Он, наверное, вот семья для него уже... Вот так думала я. Хорошо, год до свадьбы, и сколько месяцев в официальном браке? Четыре. Кто опять подал на развод? Я. Чего вы не увидели за этот год, когда вы были с ним вместе? Я не увидела в нем той основательности, которая мне была обещана. И потом произошла достаточно такая трагическая история. Я забеременела. А-а-а, и вроде все складывалось хорошо, но в новогоднюю ночь он исчез. Куда-то он обиделся, или как-то мы поссорились. Он знал, что я беременна, и он куда-то... В общем, его сдуло. У меня начались совершенно жуткие нервы, и вдруг он появляется, а я уже понимаю, что у меня идет процесс достаточно нехороший с беременностью. Я звоню Курцеру, Марку, говорю, что вот что делать. Он говорит, мчись в больницу, он меня везет в больницу. Знаете, я еще обратила внимание, он очень любил машины хорошие. Я лежала сзади на сидении, ну, естественно, истекая тем, что в таких случаях бывает. И когда я выходила на каталку, меня переносили, я посмотрела, что он посмотрел, насколько испачкано сидение. Неважно. И когда мы легли в палату, я ему говорю, я ему сделаю... Я говорю, если этот ребенок останется, то я с тобой останусь. Но если сейчас мы его теряем, не может быть и речи о дальнейшем, я подаю на развод, я развожусь с тобой. И мы потеряли ребенка. Человек стал дальше как-то очень красиво уже вести, и там он уже страдал, действительно. А, он мне очень интересную фразу сказал, что я переборщил. Он переборщил. Ну, он меня воспитывал, что я должна терпеть вот так. Да, у меня будет жизнь, золотая клетка, но он переборщил. Я так не могу. Это не гордыня, это что-то другое. Это не гордыня, это не корысть, это не хищница, поскольку, в общем, вы могли быть богата. И тем не менее, мы же, в общем, живем инстинктами. Нам очень важно не только любить мужчину, но и знать, что он может создать некие условия для того, чтобы потом мы свели гнездо, чтобы родили ребенка и так далее. Вот сейчас умный, но бедный, он мог бы стать предметом вашего интереса или нет? Вы знаете, что, во-первых, все гнезда свела давно уже я сама. И все создала условия для жизни я сама. Сказать про умный и бедный. Или умный не может быть бедным? Нет, вы знаете, что просто надо не быть ленивым, может быть. Потому что, ну, если я, женщина, смогла создать определенный уровень жизни себе и своей семье, своим детям, не попрошая ничего ни у кого, не отбирая ни судей. Значит, и он должен это уметь. Значит, надо что-то в этой жизни уметь делать, особенно мужчине. Надо как-то находить, значит, возможность состояться. И так вам за 30, да? Ребенка нет. Нет. Все мысли об этом. Да. Как я понимаю. Да, еще все люди мне об этом говорят. У вас была какая-то программа действий? Никакой. Просто я поняла, что, видимо, я из тех женщин, которые... И в моей жизни так произошло. Вопрос где-то производства я взяла на себя. То есть я не стала ждать. Очень многие женщины хотят, ну, как, должен же быть отец. Он должен рядом, он должен воспитывать, взять на себя все это. Вот в моем случае я поняла, что пока я буду ждать, что кто-то там возникнет, все это на себя возьмет, так может закончиться репродуктивный период жизни. Женщина более уязвима, когда у нее нет ребенка или когда у нее нет мужа? Женщина уязвима, когда у нее нет детей. Все-таки? Конечно. И все-таки чем закончился поиск вот этот семилетний или десятилетний идеальной любви? Я бы вас поправила. Поиска не было. Не было. Но ожидание было? Было ожидание. Но я не из тех, кто поиск. Хорошо. Вам хотелось найти человека, который полюбит вас? Мне хотелось, чтобы меня нашел человек. Вот всегда и хочется до сих пор. Чтобы не я его нашла, а он меня. Вот сейчас тем более, его уже точно не хочу искать. И тогда хотела, чтобы нашел. И вот встретился мне Николай. И чем он меня совершенно потряс? Тем, что он действительно был свободен. Это главное достоинство этого человека? Ну даже если он был не свободен, он в ту же секунду, когда со мной начало отношения, стал свободен. Потом он был очень интересный, милый, как я сказала, с внешней достаточно такой мужественностью. Очень добрый, хороший, какой-то уютный человек. Вам было важно, что он хочет от вас ребенка? Или об этом не было речи? Вы знаете, я просто его поставила перед фактом, так случилось. Хочешь, мы будем жить вместе. Не хочешь, я значит, ну что делать? Мне уже пора. Но вы бы в любом случае оставили ребенка? Послушайте, что о Николая рассказывает Оля Кабова. Коля, ну мне кажется, он был зависим от ее темперамента. И от того, что она из себя представляет. Он не дотягивал. Ему было очень сложно с ней. Алика сильнее его личностно, и она его за собой тянула. И она была главной в доме, так скажем. Ну вы знаете, я хочу сказать, что вот 7 лет, которые мы прожили с Колей, все равно они были прекрасны. Это я получила именно то, чего я хотела испытать. Вот такую спокойную, тихую, семейную. Но вы очень разные. Мы разные, да. Мне было с ним тепло, уютно. Он прекрасно готовил. Я не умею готовить. Он взял на себя то, чего, например, не умею я. Но он был обеспечен. Он мог обеспечить такую требовательную, красивую женщину, как вы? Нет, он не мог обеспечить. Требовательная я или нет, мне было неловко ничего требовать. Я работала. Слава Богу, я начала много работать. А он? Он искал себя. Я надеялась, что он найдет очень скоро. Но вот 7 лет он никак... Ну может быть он... Ну я не знаю. Ну как-то у нас, знаете, что случилось? На мне была большая доля ответственности. И она меня задушила просто. Вы знаете, вот я читала много ваших интервью. И вы везде очень хорошо говорите о Николае. Да. Что он нежный, заботливый, добрый. И вы ни разу не сказали, что вы любите его. Ни разу. Конечно, любила. Любили по-настоящему? Я не знаю, что называется настоящим. Но он мне был дорог. Вот скажите, вам нужен был ребенок или вам нужен был ребенок именно вот от Николая? Я не задумывалась. Ну так вот получилось, ребенок у нас замечательный. Мне очень было трогательно, что когда я родила... Мальчик, видите, очень похож на Колю. И когда он родился, и он зашел ко мне в палату и сказал, что бы то ни было, это наш с тобой ребенок. И я поняла, что бедный Коля все 9 месяцев думал, что может быть это не его ребенок, потому что у нас очень быстро все скоротично произошло. А почему у него могли возникнуть такие мысли? Я не знаю, у мужчин, у всех мужчин, у меня еще не было ни одного ребенка, чтобы мужчина не подумал, что это не его. Это зависит от мужчин или от вас? Я не знаю. У меня сейчас есть очень много подруг, у которых мужья делают ДНК, хотя они замужем, и жены ангелы, которые вообще сидят дома. И их мужья делают ДНК на детей. Ну, правда, Коля не делал, нам нет смысла, там просто копирка. Да, но вот сейчас мужчины очень недоверчивы. Но он был нежен, внимателен весь этот период? Большего счастья в моей жизни не было. Это были самые счастливые 9 месяцев в моей жизни. Ну, Коля классный парень, правда, веселый. Как-то вы говорите о нем вот так. Ну, а что нам говорить? Я хочу, чтобы у него все было хорошо в жизни. Если честно тоже до конца, его не обижая, но все-таки это был мезальянс, потому что вы привыкли ведь к другому интеллектуальному уровню. И я думаю, что вы правы. Спасибо. Не будем больше развивать это. Не будем? Нет, ну что, ну чего его трогать? Правда, да. Брак с Николаем ведь был гражданским, да? Да, но мы были венчаны. А он предлагал вам выйти замуж за него? Да, но там я как бы все решила, я сказала, что вот вы венчаны. Почему? Не хотела. Но это все равно не стало поводом для того, чтобы остаться в венчанном браке с ним? Это не стало поводом. Когда я была беременна второй раз, я обратилась к владыке Илариону. И редкая история для церкви. Церковь в принципе не разводит. Но я попросила, потому что я была беременна от другого человека. И владыка Иларион написал мне разводное письмо, что и нас развенчали. А что разрушило ваш союз все-таки с Николаем? Моя любовь. Я страшно влюбилась в отца своего второго ребенка. Это вот на седьмой год вашего брака с Николаем появился тот принц на белом коне. Принц просто, да, да. Мы перешли к главе «Они», которая, в общем-то, говорит о том, что вы остались без принца, но при том прием. И без коня. И без коня. Только велосипед он мне оставил. Но тем не менее в хорошей полноценной семье. Я имею в виду и папу, и маму, и Галю. Да, все схватились. И детей. Итак, глава «Они». Я хочу, чтобы мы послушали отца вашего. Замечательные отношения у него остаются со всеми. Есть одно исключение. Ну, что делать? Это беда. Но это беда этого человека. Ну, что делать? Бог не послал ему ничего, кроме денег. Когда-то еще этот человек был очень одаренный. Но его съели мыши вокруг. Всю его драгоценность. Ну, бывают и такие. Но я, конечно, очень верю, что недалек тот день, когда я поздравлю Алику с приобретением человека, достойного ее. Верите? Надежда умирает последней. Это правда. И Оля Кабо. Перелом произошел, ну, для меня неожиданно очень. Потому что такой счастливой я Алике не видела никогда. Она просто светилась от счастья. И она была совершенно другой Аликой. Аликой с какой-то другой планеты, недосягаемой абсолютно. И чем больше я ощущала вот этого счастья, этого ее света, который исходил от нее, тем страшнее было потом увидеть Алику сломленную. Слом был ситуационный такой. Но она понимала, что она уже ждет рождения сына. И что она не имеет права сдаваться. Поэтому это ее и поддержало. И мне кажется, это ее спасло в этой ситуации. Она права? Конечно, да. Как вы встретились с тем человеком? На работе. Ну, сначала он меня увидел, когда я работала. Вела мероприятие. И я ощущала, очень ощущала. Я прямо чувствовала. Я не могла найти лицо, но чувствовала, что кто-то... Он тоже сказал, что он запах женщины. Сразу почувствовал. Потом через несколько дней нам организовали встречу. Что значит организовали? Ой, так все скучно и неинтересно. Вызвали меня. Это вы захотели этого? Нет, нет. Мне позвонили и сказали, как? Я ничего не хотела. Я никаких первых шагов нет. И это первые встречи? Ну и все. Такая рука теплая, такая хорошая ладонь. Глаза, как у моего сына. С таким немножечко разрезом. Ну вот и все. И закрылась дверца. И он начал наступление. Потрясающие боевые действия по захвату меня. Красивые, с размахом. И я, конечно, устоять не смогла. Естественно, я все сказала Николаю. Сколько секунд прошло с той встречи, после того, как вы решили уйти от Николая? Мне не дал этот человек возможности растянуть это время. Я бы немножко растянула, чтобы это не было так больно для Коли. Потому что я не считала правильным так его подставлять. Хотя потом выяснилось, что у него все было неплохо. У Коли? Ну что да, там тоже были какие-то у него радости в жизни. Ну, что вы знаете, какой Макарка сладкий, мой сыночек. Это моя радость и счастье. Это Макар с Артемом. Да, и все-таки. И наступление было настолько мощным. В ноябре мы познакомились. И, как вы знаете, удивительно. 15 ноября мы сблизились, как говорится. А через год, 15 ноября, родился Макар. Да, 15 ноября сблизились. А в конце декабря поехали уже вместе в Америку на Новый год. И уже стали жить вместе с тобой. А как вы сказали Николаю об этом? Это был такой тяжелый разговор? Это было, да. Я очень боялась каких-то его реакций неадекватных. Не знала, что он будет делать с ребенком. Он был подавлен и растерян. Он не ожидал. Он понял вас? Он, может быть, расценил это, что я нашла богатого мужчину. И так примитивно ведь все так и восприняли. А то, что это была такая безумная какая-то страсть, какая-то история невероятная, сногсшибательная. В прямом и в переносном смысле сногсшибательная. Я думаю, ему было, конечно, тяжело. Но он где-то уже через полгода женился. Все нормально. Вообще удивительная вещь. Вот что-то есть мазохистское в том, что вы выбираете людей, которые однозначно потом делают вам больно. Да. И что-то садистское в том, что вы делаете больно тем, кто готов вас любить. Николай меня не был готов любить. Он давно меня не любил. Я была очень удобна ему. У нас не было уже никаких практически отношений мужчины и женщины. Это же ненормально. Ненормально. И вы хотите сказать, что при вашей красоте, при вашем темпераменте, при том, что вы молоды, ничего не было? А вы разве не знаете, что это самое распространенное? Случай. Когда женщина вроде все у нее и самостоятельная, и состоявшаяся, и симпатичная, и все хорошо, и у нее нету никого. Это, мне кажется, очень много так случается. И вы так жили? Я живу сейчас так тоже. Смотрите, вы в первом браке с Сергеем Ливневым искали какое-то романтистом творчество, да? Второй был человек достаточно богатый, ну, назовем его Энн, потому что осирец. Ну, как-то вы не думали о достатке, хотя и это вам было не нужно. Николай стал оплотом вот какого-то семейного, такого спокойного уюта. В новом возлюбленном было все то, что... О чем мечтает любая женщина. А что? Вот расскажите, что было в нем? Он говорил мне, где ты была вообще все эти годы? Нам надо срочно делать ребенка. У нас мало времени, тебе там уже 38 лет, нам надо срочно делать ребенка. Где ты была? Посмотри, тебе нравится мой дом, этот дворец? Тебе нравится мой самолет? Посмотри, какую яхту я строю. Посмотри, сколько у нас домов. Мы везде будем покупать вещи, везде в гардеробных будут твои вещи, ты не должна ездить с чемоданом. Это все твои дома. Я говорю, твои. Он говорит, нет, ты говори, наши. Наши. И мужчина интересный, это не жердяйчик какой-нибудь, пузатенький, с тремя волосинками. Нет. Это обалденный, интересный мужчина, 45 лет на тот момент. Спортивный, спортсмен в прошлом, красавец. Почему вы никогда не называете его имени? Вы боитесь чего-то? Потому что меня убьют. Вы серьезно это говорите? Потому что, когда я была беременна, все было сделано, была угроза моей жизни. Это раз. А два, мне просто стыдно за него. Не хочу я его. Он не хочет моего ребенка, а мне стыдно за него. Не хочу я его называть. Он очень боится, что я его назову. Но будем говорить он. Он. Хорошо. Вы за эту программу ни разу не сказали о том, что вы любили и любите. Вот по-настоящему вы полюбили только этого человека? Я думаю, что это была любовь такая, о которой я очень скучала. Произошла химия. Мы очень друг к другу подошли. И это был в физиологическом плане мой человек, а я его. И это сыграло очень огромную роль. Поэтому все остальное это как бы в приложении. В данном случае в очень красивом приложении. Это как раз таки была любовь, потому что только она дала мне силы, когда я осталась одна, беременная в 38 лет, родить этого ребенка в любви. И как-то только любовь давала мне силы вообще выжить, потому что я очень долгое время думала, что это все неправда, что это какая-то жуткая ошибка, что произошла какая-то интрига, наговор, как в сказке о царе Салтане, что сейчас вот все это изменится. Вот это обманываться рада. Это состояние какой-то женской усталости или все-таки просто какое-то наше постоянно отчаянное желание любить? Это желание любить и главное верить. Хорошо. Людей без биографии не бывает, да? Вы никогда не интересовались его эрой до вас? Да, очень интересовалась. Был ли он женат? Как он нашел в состоянии? Кто у него друг? Как он относится к своим детям? Только сейчас окончательно все узнала, потому что есть официальная версия заученной автобиографии. Она везде и пишется, и говорится одинаково. И ты не пробьешься сквозь это. Только в какой-то экзистенциальный момент прорывается то, что есть на самом деле. Что очень много детей от разных женщин. Я это узнала, когда у меня уже ребенок был в животе. Что все не так просто. Ну, в общем, как бы обманывали. Меня обманули. Завлекли. Ответы вот на эти вопросы, когда вы понимали, что это действительно в какой-то степени ложь, они каким-то образом могли разрушить ваши отношения? Я просто ушла. Когда я вот поняла, что есть очень много детей, что стали как-то ко мне относиться иначе, после того, как я забеременела, что он сразу сказал, это не мой, хотя мы были вместе, и там нет вариантов. А он не захотел этого ребенка? А он мне ничего не сказал, он исчез. Просто исчез? Он мне не сказал, делай аборт, избавляйся, или я не хочу. Он сказал, это твой ребенок. Я с ним согласна, это мой ребенок. Подождите, а у вас была хоть раз, если честно, искренне избавиться от ребенка, который стал вот... Нет. Никогда. В марте я забеременела, в апреле я пришла на УЗИ. И она мне говорит, вот это сердце, оно бьется. И она мне сказала, как бьется сердце на УЗИ. У меня не было больше вопросов. Но вы готовы были опять вернуться к нему? Я уже на многое была готова беременна, и когда он ко мне приехал, вот, когда я уже была, мне было месяцев шесть, я была готова уже многое терпеть. Я была беременна и очень уязвима. И мне, я очень по нему скучала. Конечно. Грустная шутка. Да. И при этом надо не забывать, что мне было 38 лет. Это не шутки. А вот эта жизнь жены, ну, в общем, фактически, сколько вы пробыли с ним времени? Полгода где-то. Полгода всего лишь? Угу. Вот эта вот жизнь, ну, жены или возлюбленной бизнесмена, она ведь очень отдельная такая. Он ради вас изменил темп, ритм жизни. Вот это все-то испугало. Он сказал, чтобы вы переехали в его дом? Ну, как сказал, он меня забрал с моим ребенком, с вещами. Везде, по всем домам, по всему миру мы ездили с моим ребенком. Ну, вам было там... Везде ставили рамочки с нашими фотографиями. Когда приезжали другие женщины в этот дом, ставили с ними рамочки. Может, вам так кажется? Нет, нет, я это все знаю. Это все очень пошло и неинтересно. Мне это все неинтересно. Теперь? А тогда? Тогда я была в эйфории. Я не верила, что у меня такое счастье. А как он проверял вас? Ведь за такими людьми, мужчинами, ведется некая женская охота. И наверняка его друзья предупреждали. Смотри, ведь это может быть вот именно охота за тобой? Нет, он меня провоцировал на всякие покупки. Но он вообще провокатор на какие-то подарки. В общем, он как-то очень провокационный. Вы поддавались на эти приятные провокации? Да, я дуроподдавалась. Так что я делала очень много ошибок. Вообще на какие-то разговоры клевала зачем-то, честно отвечая, что я думаю про того или другого человека. Во многом, конечно, виноват сама. Я просто не поняла, куда я попала. Это было абсолютно не мое общество и не мое место. Они вас не взлюбили? Или это была уготована участь к любой, кто был занят? Конечно. К любой. Почему? Зачем им так важно, чтобы он оставался с ними, чтобы у него было счастье? Он не должен быть счастлив, потому что как только он счастлив, он не будет доиной коровой. Как? Люди кушают с него очень хорошо. Я так думаю, его потихонечку разоряют. А это правда, что они составляли на вас какое-то досье? Или вы воспринимали это как шутка? Нет, на меня было досье. Он, конечно, прослушивал мой телефон, о чем я прекрасно догадывалась. Я уж не знаю, что там можно было в распечатке. Знаете, подается же, не слушаешь наушники, о чем она говорит. А как дается распечатка, я не знаю. Более того, я человек с иронией, я человек интонации. В распечатке интонацию не передашь. Как можно было? Что можно было? Ну, это все ерунда по сравнению с тем, что когда я была беременна, у меня было очень много составлено таких вот исков разных судебных. На вас? На меня, да. Были придуманы разные жуткие преследования. То есть вы забеременели, он исчез и начались вот эти... Нет, сначала еще какое-то время все было более-менее. Он даже заканчивал ремонт моей маме, которую он начал. Он творил добро только. И потом он даже появился летом, уже увидев меня с животом, понял, что я оставила ребенка. Он как-то... Мы опять договорились, что мы делаем ДНК, все. И он исчезает. После чего начинается кошмар. Мне приходит иск за иском. А когда я родила ребенка и принесла его домой, мне приходит иск, что завтра Мосгорсуд разбирает уже дело, которое уже приняли на Украине. Что я миллион долларов какому-то там человеку... Не какому-то, а человеку, который вот эти все писал бумажки на меня. Это же он не от себя писал, а от подставных лиц. Что даже за миллион долларов. То есть вы писаете, у меня пропадает молоко. Вы знаете, вас упрекают в какой-то иногда там и в прагматичности, и в расчетливости, но я не вижу расчета в том, чтобы вот как вам броситься в эту любовь, чтобы практически сразу забеременеться, чтобы рожать, несмотря ни на что. С другой стороны, может быть, все-таки вы рассчитывали на то, что оставив ребенка, он вернется к вам? Да это будет лукавство с моей стороны, если я скажу, что не рассчитывала. Конечно, рассчитывала. И поэтому оставляли его? Не только поэтому. Ну как я могла, если мы убого с ним просили, дай ребенка, и три месяца только об этом думали и это делали. Конечно, я не буду лукавить, что я не могла поверить, что мужчина может отказаться от сына. У него очень много дочерей. Правда, сейчас уже и сыновей стало прибавляться. Он такой, он разбрасывает свое семя, он пришел в этот мир как осеменитель, видимо. Мне самое удивительное, что вот когда в Форбсе пишут, вот про отца моего ребенка пишут, что он женат, да, и двое детей, а у него их восемь. А чего он остальным объясняет деткам, почему там только двое написано? Я рада, что Макар не является его сыном. Мне было бы обидно. Как так? А отчество Макара? У Макара нет отчества. Я очень испугалась его отца и подумала, что если он в таком, он так меня хочет замочить, так он меня травит. Я попросила папу договориться в ЗАГСе, чтобы у Макара не было отчества, чтобы Макар, как мальчик, решил в 16 лет, какое он будет иметь отчество. А как долго вы думаете сохранять вот эту тайну Макару? Вы никогда не рассказываете о том, кто его отец? Ну, я, это как бы такая неприятный момент в моей жизни, я пока, он меня не спрашивает, он принимает все как данность, а когда спросят, я буду решать по тому моменту, что я буду отвечать. Можно я задам вопрос, не совсем корректно, не захотите, не отвечайте на него. Вот есть ли разница в любви к детям, один из которых рожден, ну, не от очень любимого человека, а второй плод такой безумной любви? Ну, я бы не хотела деток своих как-то, ну, конечно, я безумно люблю своего маленького ребенка, Макара. Вы знаете, у меня такое возникает, когда я, иногда у него бывают эти взгляды такие же, ужас, жесты, он даже делает то, что делал тот человек, но есть какие-то подробности интимные, откуда это в нем? Ну, и у меня это вызывает просто удивлением тому, как мы все созданы, как же это все получается. Макар, конечно, красавец. Я бы не хотела просто обойти вниманием и любовью Артема, он, конечно, ревнует к брату, вот, но говорить о том, что я в Макаре вижу его и сижу и медитирую, вот он, нет, конечно. Вы все время на него смотрите, как будто видите первый раз. Я его обожаю, он необыкновенный. Он, знаете, сидел как-то на кровати, еще не успел говорить, а слово папа, я думаю, стараюсь не произносить, чтобы вот у Артема папа, мы называем по имени Коля, чтобы не было у ребенка папа, и он знает, что дедушка папа, как бы, да, а еще, значит, а мы в церковь, я его ввожу, естественно, в церковь, и сразу крестила. И у меня иконки в углу спальни, и вдруг ребенок, который еще совсем не говорит, вот так вот скидывает ручонку в сторону Христа и говорит, папа, я чуть с кровати не упала. Он просто так раз и все, и молчит, и смотрит, и улыбается. Он мне его дал. Я думаю, что вообще эта вся история моя, эта любовь, эта встреча с этим мужчиной была для того, чтобы возник этот ребенок. Потому что Макар Смехов, вы еще о нем услышите. Но он что-то сделает для человечества, он что-то такое. Так громко? Да. Алика, если все-таки быть до конца честной, вот вы ощущаете, ну, себя сегодня одинокой? Ведь чувство одиночества у настоящей женщины, а вы настоящая женщина, она все-таки связана с присутствием мужчины. Даже несмотря на то, что у нее есть дети. Не, ну давайте сейчас будем говорить. Все. Кира Александровна, я так одинока. Мне уже столько лет, у меня никого нету. У меня двое маленьких детей. Мне еще совсем немного лет, у меня двое прелестных детей, я хороша, умна, и у меня все еще будет. Можно сказать так. Ну, а зачем? Ну, зачем себя же вбивать под колбачок вот дэ-дэ-дэ? Ну, у меня есть другое чувство, я испытываю чувство не до конца прожитой женской жизни. Не, как сказать, не состоялось вот... Неоцененной любви, которую вы могли бы дать. Да, вот какое-то, знаете, вот чего-то не произошло. Вот это я чувствую, что вот есть упущенная в жизни очень яркая страница, которой нету. Но не чувствую одиночества. Мне даже хорошо как-то было, я уже стала привыкать. Без мужчины? Нет, без мужчины с одной стороны плохо, а с другой стороны я себя стала уже уговаривать, что, а вот смотри, утром тебе няня несет на подносе кофе в поселе. Какой мужчина это будет терпеть? Или, а вот смотри, я пришла вас только, мне никто ничего не говорит. Стала вас только, мне никто ничего не говорит. Я пытаюсь найти все-таки что-то позитивное в том, что нет мужчины. Но мне нужен мужчина-товарищ, а не цербер. Я вас очень понимаю. Вот, я хочу, чтобы мы послушали еще раз вашего папу, вот, как мы называем это свидетельство, то есть коротенький-коротенький рассказ. Ужасно трогательный и грустный. Говорит малыш, Макар, будущий гений русской сцены. Он говорит, я куплю много машин для мамы. Артем говорит, нет, это я куплю много машин. Макар говорит, нет, это я куплю много. Артем говорит, я старший, у меня будет много денег, я куплю много машин для мамы. Они даже не понимают, какую они ересь в таком порют. А Макар вдруг говорит, ну хорошо, ты много, а я куплю самую большую машину. И мы с тобой поедем и найдем маме мужа. Да, мои дети очень хотят, чтобы я вышла замуж. Это удивительно. Я думаю, мужчина, который меня полюбит, он обязательно полюбит моих детей. Вот вы прошли огромное количество, вот, о чем мы говорили, заблуждений каких-то, равнодуший, предательства глобального и ошибок. Не я сказала, что вы сказали. Ошибок тоже, конечно, ошибок. Вся жизнь должна была вас научить тому, что любви нет. Ее нет? Ну, у кого-то же она есть. Как всегда в конце программы я прошу вспомнить один-два самых острых моментов личного вашего счастья. Личного. Ну, это понятно, рождение детей. Так. Эти два момента – это мои детки. И это все? Это связано только с детьми? Ну, если мы говорим о мощности и силе этого счастья, то да. Спасибо вам большое. Я действительно, я не могу сказать, что я вас открыла заново, потому что я все-таки давно знаю вас. И поэтому просто мы уточнили какие-то вещи. И я рада, что я не ошиблась в этом восприятии умной, тонкой, ироничной, ранимой женщины, которая достойна настоящей любви. Мне очень приятно, что мы могли наконец-то за всю нашу долгую историю знакомства обстоятельно побеседовать, глаза в глаза. Я надеюсь, что я вас не разочаровала. Спасибо. Алика такой человек, если она любит, она вместе. Если она перестает любить, она говорит «до свидания». Она может затянуть в водоворот чувств, наверняка. Она нас очень сближает, что мы никогда не искали, но всегда ждали. Я думаю, что, конечно, планка у нее сильно завышена, честно говоря. С ее красотой, с ее обаянием и талантом выйти замуж не проблема. Выйти замуж хорошо и правильно – вот это другое дело. Алика вот, она прошла через все три сразу испытания и проходит. Через красоту, через свою единость, популярность и через благополучие. Субтитры создавал DimaTorzok